РАДИО ЗВЕЗДА Николай Александрович Лейкин Глава из книги «Где апельсины зреют» Читает Станислав Фидосов Фрагмент шестой Глава одиннадцатая На два золотых вы потрушили, довольно У денег глаз нет Этак продолжать, так можно и всю свою Требуху проиграть, сказал Конурин Отходя от игры в лошадки И меня на восемь франков намазали Прибавил Николай Иванович Для первого раза довольно Для первого раза Нет уж меня больше и калачом К этим лошадкам не заманишь Два золотых, ведь это Шестнадцать рублей на наши деньги В стуколку же дома Больше проигрывал Стуколка или лошадки Какое сравнение? Там игра усновательная, настоящая А здесь какая-то детская забава Нет, черт с ней Пусть ей ни дна, ни покрышки За вами, земляк, двенадцать франков Вы двенадцать раз со мною вдоль ушли Обратился Конурин к капитану Васильевичу С удовольствием бы сейчас отдал Но, знаете, я сегодня приехал сюда без денег Отвечал тот То есть взял денег только на покупку билетов В места на завтрашний праздник И на проезд по железной дороге Уж вы извините Я при первой встрече отдам И за проигрыш отдам И за завтрак отдам Сколько с меня приходится за завтрак? Сколько вы заплатили, Николай Иванович? Завтрак что? Это уж от нас для первого знакомства Стоит ли о таких пустяках разговаривать? Отвечал тот Но позвольте Дружба дружбы, а табачок в рознь Нет, нет, я вручу вам при первом свидании Или даже еще лучше привезу в гостиницу Вы где остановились? Обидите, ежели привезете Да я и не приму Помилуйте Я рад, радешенек Что на чужбине с русским человеком встретился И вы вдруг не хотите моего хлеба соли откушать Бросьте и не вспоминайте об этом Ну, мерси Глаш А ты что сделала в лошадке? Обратился Николай Иванович к жене Вообрази, я два франка выиграла Нет, мне положительно Надо играть Да и вообще Я заметила, что здесь дамам счастье Ведь вот это накрашенное С челкой на лбу Куда больше пятидесяти франков выиграла Надо играть, надо Впрочем, вечером мы сюда еще придем Вечером идите в казино Дал совет капитан Васильевич А что такое казино? Тоже такое залу, где играют в лошадки и в железную дорогу Кроме того, там концерт Поют, играют Это прелестный зимний сад казино Это недалеко отсюда Это где гостиный двор Где лавки Вы, наверное, уже проходили мимо, когда сюда шли Можете кого угодно спросить И всякий укажет Запомните Казино Да нечего и запоминать Я и так знаю Мы тоже в казино были в Париже на балу И стриженной бумагой бросались Вот капитан Васильевич был бал-то интересный Бал в честь красного носа Посредине зала висел красный нос Аршинов-3 И вся публика была с красными носами А дамы там во время танцев Выше головы ноги задирают Рассказывала Глафира Семеновна Знаю, знаю Отвечал капитан Васильевич И здесь такие балы бывают А танцы эти кан-кан называются Вот-вот Конечно, в Петербурге на эти танцы Замужней даме было бы неприлично и стыдно смотреть Потому что, сами знаете, какие-то женщины так танцуют Но здесь, за границей Кто меня знает? Решительно никто И кроме того, я не одна Я с мужем Компания отошла от стола, где играли в лошадки Ну-с, куда же мы теперь стопы свои направим? Спрашивал Николай Иванович Да ведь вы еще не видали второго стола, где играет в железную дорогу Отвечал капитан Васильевич Та игра куда занятнее будет Вон стол стоит Нет-нет, ну ее клешему, эту игру Замахал руками Конурин Уже так я просолил два золотых А подойдешь ко второму столу, так и еще три золотых прибавишь Да ведь только посмотреть, как играют Ладно На эти два золотых, что я здесь сейчас проиграл У меня жена дома Могла бы четыре пуда мороженые судачины себе на заливное купить Однако, Иван Кондратьевич Ведь мы затем и за границу приехали, чтобы все смотреть, что есть любопытного Сказала Глафира Семеновна Знаю я это усмотрение то А подойдешь, сердце не камень Ну, мы вдвоем с Николаем Ивановичем пойдем и посмотрим А вы не подходите Пойдем, Николай Иванович Пойдемте, капитан Васильевич С удовольствием Капитан Васильевич Ловко предложил Глафире Семеновне руку И они почти бегом перебежали на другой конец залы, где за зеленым столом шла игра в железную дорогу Ужасно серый человек этот ваш знакомый купец Шепнул он ей проконурено Самое необразованное невежество в нем Игру вдруг с судачиной сравнивает Ужас, ужас, согласилась с ним та Мы его взяли с собой за границу и уж каемся Никак он не может отполироваться Самый серый купец Однако вы и сами купеческого звания, как вы мне рассказывали Но, ей-ей, давеча я вас за графиню принял Так и думал, что какая-нибудь графиня Мерси вам Улыбнулась Глафира Семеновна Кокетливо закатила глазки И крепко пожала капитону Васильевичу руку Я совсем другого закала Я в пансионе у мадам Затравкиной училась И у меня даже три подруги были Генеральские дочери Вот-вот, я гляжу и вижу, что у вас совсем другая полировка Барская полировка, дворянская Они подошли к столу Их нагнал Николай Иванович Иван Кондратьевич хоть и говорил, что не пойдет смотреть, как играют в железную дорогу Но очутился тут же Стол этот был длиннее и больше Посредине его был устроен механизм Где по рельсам бегал маленький железнодорожный поезд С локомотивом и несколькими вагонами Рельсы составляли круг И от центра этого круга шли радиусы Внутри которых были надписи Париж, Петербург, Берлин, Рим, Лиссабон, Лондон, Вена Кроме того, промежутки радиусов были разделены еще на несколько частей Которые обозначались номерами По бокам круга зеленое сукно было разграфлено на четыреугольники И в этих четыреугольниках были написаны те же города, что и на круге Были и четыреугольники с надписями на французском, разумеется, языке Чет-нечет белое-красное В четыреугольники играющие и ставили свои ставки У рельсового круга, где бегал поезд, сидели два крупье Один приводил механизм поезда в движение Другой собирал проигранные ставки и выдавал выигравшим деньги Перед ним длинными колбасками лежали сложенные серебряные франковые, двухфранковые и пятифранковые монеты «Это что за Иуда такой сидит со сребрениками?» Спросил Иван Кондратьевич над самым ухом капитона Васильевича «А это крупье, кассир, он банк держит» «Совсем Иуда, даже и рожа то рыжая» «Эта игра много интереснее», — рассказывал капитон Васильевич «Во-первых, вы здесь можете ставить, начиная от одного франка Стало быть, всякое даяние благу «Все возьмут, что дураки поставят», — пробормотал Конурин «Во-вторых, и ставка разнообразнее Можете ставить на какой вам угодно город На Париж, на Петербург, на Лондон Потом можете ставить на пер или на пер То есть, по-нашему, на чет или на нечет И, кроме того, на красное и на белое «Ах, это очень интересно!» — воскликнула Глафира Семеновна «Николай Иванович, ты понял? Эта игра много любопытнее, чем игра в лошадки» «Надо хорошенько посмотреть, матушка Тогда и я дойду до точки» — дал он ответ «Фетт вожу, мессио и мейдам!» — воскликнул Крупье мрачным голосом И при этом сделал самое серьезное лицо В четыреугольники посыпались франковики, двух и пятифранковики Другой Крупье тронул шолнер механизма и пустил поезд в ход Поезд забегал по рельсам «Постойте, я куда-нибудь франк поставлю!» — проговорила Глафира Семеновна И протянула к столу руку с монетой Крупье заметил ее жест и, протянув лопаточку на длинной палке, Чтобы отстранить ставку, закричал «Рея не воплю!» — отчего он моей ставки не принимает? — удивленно спросила Глафира Семеновна «Нельзя теперь!» — поезд останавливается «В следующий раз поставите!» — отвечал капитан Васильевич Поезд остановился на Лиссабоне Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют» Глава двенадцатая У Егорного стола опять возглас Крупье «Ставьте, ставьте скорей!» — сказал капитан Васильевич Глафире Семеновне «А на какой город мне поставить?» — спрашивала его та «Погодите, покуда ставить на город? Поставьте сначала начет или нечет» «Ну, я на нечет! Я одиннадцатого числа родилась!» — Глафира Семеновна бросила франк на «Анпер» Поезд на столе завертелся и остановился «Пари, Ружу и Анпер» — возглашал Крупье «Берите, берите! Вы выиграли!» — заговорил капитан Васильевич «Да неужели? Ах, как это интересно! Николай Иванович, смотри, я с первого раза выиграла!» «Цыплят матушка осенью считают!» — отвечал Николай Иванович Крупье бросил к франку у Глафиры Семеновны еще франк «Я хочу поставить два франка!» — сказала она капитану Васильевичу «Что ж, ведь уж второй франк выигранный, можно?» «Да, конечно же, можно! Только я теперь на счет, потому что именинницей я бываю 26 апреля» Она передвинула два франка на «Анпер» и опять выиграла Крупье бросил ей два франка «Николай Иванович, я уже три франка в выигрыше! Можно теперь на город поставить?» Обратилась она к капитону Васильевичу «Ставьте!» «Теперь можно, но только не больше франка ставьте» «А на какой город?» «А на какой хотите, поставьте на Петербург! Петербург давно не выходил» «Отлично! Я в Петербурге родилась, это моя родина» «Ну, а другой франк поставьте на счет» «Сказано, сделано!» «Поезд забегал по рельсам и остановился» «Глафира Семеновна проиграла на Петербург и выиграла на счет» «В ничью сыграли!» «Продолжайте ставить на Петербург по франку!» Советовал капитон Васильевич «А на счет поставьте два франка» «Пять выигрыш на счет и проигрыш на Петербург» «Николай Иванович, я четыре франка выиграла» «Ставьте, ставьте на Петербург, не бойтесь, поставьте даже два франка» «Слышался совет и на этот раз не был напрасным» «Петербург!» — возгласил крупье, управляющий механизмом стола «Другой крупье набросал Глафире Семеновне изрядную грудку франковиков» «Николай Иванович, смотри, сколько я выиграла» «Тут и пропасть! Ведь есть же счастье людям!» «Воскликнул Иван Кондратьевич» «Ставьте, ставьте, скорее, ставьте на Берлин» «Подталкивал Глафиру Семеновну капитон Васильевич» «Ну, на Рим! Рим тоже давно не выходил» «Поезд забегал» «Стой, стой!» — закричал Конурин во все горло, так что обратил на себя всеобщее внимание «Мусье! Есть тут у вас Пошихонье! На Пошихонский уезд ставлю» «Он протянул два франка» «Рья не воплю!» — послышался ответ И крупье отстранил его руку лопаточкой на длинной палке «Земляк! Чего он тыкает палкой? Я хочу на Пошихонский уезд!» Обратился к Конурин капитону Васильевичу «Где Пошихонье?» «Да нет тут такого города, и наконец уже игра началась» «От чего нет? Обязано иметь! Углича нет ли?» «Понимаешь ты, здесь только европейские города, города Европы» Пояснил ему Николай Иванович «Ну, на Европу! Где тут Европа, Мусью?» «Да ведь ты ж не хотел играть! Даже к столу упрямился подходить» «Чудак-человек! За живое взяло! Я говорил, что сердце не камень, и наконец выигрывают же люди» «Где тут Европа?» «Николай Иванович, я еще четыре франка на ничет выиграла!» — раздавался голос Глафиры Семеновны «На Европу!» — кричал Конурин «Вот три франка!» «Да нет тут Европы! Есть Петербург, Москва, Лондон, Рим» «Рим? Это где папа-то римский живет?» «Ну да, вот Рим» «Хвали на папу римскую, папа! Выручай, голубушка! На твое счастье пошло!» — бормотал Конурин, когда пояс забегал по рельсам «Москва! Я выиграл на Москву!» — радостно вскрикнула Глафира Семеновна «Крупье опять придвинул к ней грудку серебра!» «Конурин чертыхался!» «И папа римская не помог! Вот игра, то черт ее задави, чтоб ей ни дна, ни покрышки!» «Нельзя же Иван Кондратич с первого раза взять! Надо иметь терпение!» — сказала ему Глафира Семеновна «Вы же с первого раза выиграли! И с первого, и с третьего, и с седьмого!» «Тьфу-тьфу-тьфу! Пожалуйста, не сгласьте! Чего это вы? Типун бы вам на язык!» «Земляк! Нет ли тут какого-нибудь мухуеданского города? Я, на счастье, мухуеданского мурзыбу поставил, кулина папу римского не выдрало! Или нет?» Глафира Семеновна на что поставила? «На что? На то и я!» И Конурин бросил в тот же четыреугольник, где стояла ее ставка, пятифранковую монету. «Не смейте этого делать! Вы мне мое счастье испортите! Николай Иванович, сними! Послушайте, ведь это же безобразие! Вы никакого уважения к даме не имеете!» «Ну, хорошо! Тогда и я переставлю на другой город!» Она протянул руку к своей ставке, но поезд уже остановился. «Лондро!» — возгласил крупье и стал пригребать к себе лопаточкой и ставку Глафиры Семеновны и ставку Конурина. «Ведь это же свинство! Я прямо через него проиграла! Позвольте, разве здесь дозволяется на чужое счастье ставить?» Раздраженно бормотала Глафира Семеновна. Конурин чесал затылок. «Поставлю в какой-нибудь турецкий город на счастье Муховеданского Мурзы, и, ежели не выдерет, лицом не стану даже оборачиваться к этим проклятым столам!» — говорил он. «Как турецкий то город называется?» «Константинополь!» — подсказал Николай Иванович. «Ставлю на Константинополь пятерку!» «Мусью? Где Константинополь?» «Постой! Поставлю и я серебряный пятак! Константинополь!» Николай Иванович кинул на стол пятифранковую монету. Капитон Васильевич пошарил у себя в жилетном кармане, ничего не нашел и сказал Глафире Семеновне. «Позвольте мне, сударыня, пять франков взаймы. Хочу и я на несчет поставить. При первом свидании отдам или нет. Дайте лучше для ровного счета десять франков!» — просил у Глафиры Семеновны капитон Васильевич. Она дала. Играли все, но выиграла только она одна. Три франка начет и, сказав, довольно, отошла от стола. «Сколько выиграла?» — спросил ее муж. «Можешь ты думать, восемьдесят семь франков. Нет, мне непременно надо играть. Завтра же поедем в Монте-Карло. Я в рулетку хочу пуститься. Иван Кондратьевич, вы сколько проиграли?» Вместо ответа тот сердито махнул рукой. «Пропади она пропадом! Это проклятая игра!» — выбронился он. Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Ваши любимые книги. Каждый день в эфире «Радио Звезда» и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, чтобы слушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова